Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости Соломона», 2 глава. «Неправоумствующие говорили сами в себе, Коротка и прискорбна наша жизнь, И нет человеку спасения от смерти, И не знают, чтобы кто освободил из ада». Много или мало таких неправоумствующих. Сама природа поврежденная человеческая так умствует. Для всякого человека есть некая очевидность его тленности, неизбежности смерти, но какие в связи с этим делаются выводы? Человеку, лишенному действия благодати, Лишенному света истины, допущенного в сердце его, Либо тому, кто, напротив, открывает свою душу для правды Божьей. Таким образом, правда Божья разоряет ту самую логику, Которая нам здесь предлагается от неправоумствующих. И первая их мысль — жизнь человеческая коротка и прискорбна. И от смерти никто не избавляется, А после смерти нет никакой светлой надежды. Поэтому среди земной жизни скорбь, Смерть — общая участь, И после смерти — мрак и ад, От которого еще никто не уходил. И из этого делаются выводы. Случайно мы рождены, Ибо не может быть какого-либо разумного начала В таком безрассудном продолжении. И после будем, как небывшие, Дыхание в ноздрях наших дым, И слово «искра» в движении нашего сердца Ничего не значит, Ни к чему не ведет, Никакого огня не возжигает. И если мы о ноздрях вспоминаем слово Ио Многострадального, Который говорил, «Но я чувствую в дыханиях, В ноздрях моих дыханий Духа Святого», То здесь дыхание в ноздрях не Дух, Но дым, В котором и дышать-то нельзя. И когда она угаснет, Эта жизнь, Тело обратится в прах, И Дух рассеется, Как жидкий воздух. И ничего не остается от человека в вечности. Так боится наша поврежденная Человеческая мысль, Так трепещет наше человеческое естество, Призванное к бытию, Но и отторгаемое бытие. И имя наше забудется со временем, И никто не вспомнит о делах наших. Ты хочешь представить в оправдание Этому голосу неправоумствующему, То, что делаешь что-либо доброе для потомков, Но тебя забудут потомки, И никто не вспомнит о делах наших. Самое имя забудется, Так и твоя идентификация, Всякое твое самомнение, Всякое твое самоопределение Будет стерто, Размыто, как капля В море. И жизнь наша пройдет, как след облака, И рассеется, как туман, Разогнанный лучами солнца, И отягченный теплотою его. Ибо жизнь наша – прохождение тени, И нет нам возврата от смерти, Ибо положена печать, И никто не возвращается. Это и страх, и чаяние, Это и чувство безнадежности, И какого-то уже принятого решения О пире во время чумы. Если все так печально, Если мы никому не нужны, И наше присутствие в времени, В сознании, В границах своей личности – Это лишь временное недоразумение, То следует категорическое указание Для всего человечества. Будем же наслаждаться настоящими благами И спешить пользоваться миром, Как юностью. Преисполнимся дорогим вином И благовониями, Да не пройдет мимо нас Весенний цвет жизни. Жизнь человека, как жизнь. Дерево, оно расцветает, Оно исполняется зелеными листочками, Побегами, цветами, плодами. И за это время и надо как раз Успеть насладиться всем тем, Что производит в нас временная жизнь. Как здесь не вспомнить Александра Сергеевича Пушкина С его маленькими трагедиями И увещанием священника К председателю пира И ко всем собравшимся вокруг него Шумную ватагой посреди окружающей смерти Чумы, царствующей в городе. Расходитесь по домам. Дома у нас печальны. Юность любит радость, Отвечает председатель. Пошел старик. Все подхватывают дружно. Вот и здесь с некоторой неизбежностью Приходит вывод Неправо мудрствующего. Раз все так безнадежно, печально, Раз жизнь есть только мгновение И приходящее в угасание, Так что и смысла никакого нет В этой работе, Произведенной по замкнутой траектории. Значит, надлежит лишь наслаждаться, Надлежит лишь принять от этой жизни Все те удовольствия краткие и проходящие, Которые может она доставить. Печать, о которой было сказано выше, Это слово Господне «Земляйся и в землю от Идиши». И, тем не менее, Это только часть правды, Часть того определения, Которое Бог о человеке изрек, Изгоняя его из Эдема сладости В этот мир. Ибо было и продолжение Семя жены сотрет голову змия, Надлежит прийти и победе Над властью греха и смерти, Но об этом не хочет помышлять Ум лукавый, Но будет оправдывать свое сладострастие И приверженность стихиям века сего Такими размышлениями Будем же наслаждаться настоящими благами И спешить пользоваться миром, Как юностью. Если в юности человек открыт для наслаждений, И они ему доступны, То и весь мир, пускай, Окажется для нас большой лабораторией удовольствий, Где стремится человек заменить то вечное блаженство, Которому подлинно призван блаженством временным, Которое только не насыщая, Мучат его все более и более, Делая от себя зависимыми. «Преисполнимся дорогим вином и благовониями, И да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни». Вино для внутренности, Благовоние для внешности. Таким образом, пускай весь человек Будет искусственно увеселен С помощью какого пьянящего напитка Внутренний человек, С помощью аромата, Покрывающего его зловоние, Внешний человек. И таким образом, Можно наилучшим образом Совершить время земной жизни своей. «Увенчаемся цветами роз, Прежде нежели они увяли». Тот же председатель, Представляя песню им самим написанную, Так заканчивает четверостишее, Последнее «И девы розы, Пьем дыханье, Быть может, полные чумы». Действительно, в этом земном сладострасте Есть как раз и неизбежность будущей смерти. То, что восхваляется, Как временное, но прекрасное, Прекрасное, но падшее создание, Называет свою любовницу, Председатель пира В маленьких трагедиях. И это Скоро проходящая, Но прекрасная жизнь. Тем и прекрасно Своими возможностями Урвать от нее Некую часть этих блаженств. Но на этом, Как ни странно, Мыслящий так не останавливается. Ему нужны Развитие Перов своих И Нетрезвости своей И благоуханий своих Искусственно привлеченных. Для этого Деньги нужны. Для этого Нужны Нужны источники поддержания Своей материальной жизни, Посвященные развлечениям. И неизбежен Следующий вывод. Будем Притеснять Бедняка Праведника Не пощадим Вдовы И не постыдимся Многолетних Седин Старца Сила наша Будет Законом Правды Ибо Бессилие Оказывается Бесполезным. Не веет ли От этих слов Сформулированными Уже в 20-м В конце 19-го В начале 20-го Века Учениями О сверхчеловеке Которому Надлежит Для самореализации Только преодолеть Ухаризны совести И сострадания Для того, чтобы состояться В качестве своем. Это ли не демоническое Учение, которое Неизбежно приходит туда, Где нет места Свету Премудрости, Но торжествует Гедонизм И удовольствие Этого времени Скоро проходящего. Сила наша Да будет Законом правды Вместо Закона правды Придется признать Закон силы И если можешь Отнять Отними Главное Не переживай По этому поводу Главное Заткнуть Всякие Движения Души Голос Совести Голос Божий В душе Человека Быть может С особым Цинизмом Надо В продолжении Этой логики Обирать Тех Кто Уже Беден И Пренебрегать Болью И скорбью Тех Людей Которые И сами Остро Нуждаются Ибо Бессилие Бесполезно Бессилие Не имеет Никакого Вознаграждения И только Тот Кто Действительно Отвоевал Себе Какое Пространство В этой Жизни Человеческой Призван Отвоевывать Еще Больше Не обращаясь Никакому Нравственному Закону Кроме Закона Силы Устроим Ковы Праведнику Ибо Он В тягость Нам И вот Здесь Как Некоторая Еще Высшая Ступень Зла Уже Ненасыщаемая Никакими Земными Удовольствиями И построением Рая На земле Ненасыщаемая Воровством И бесчестным Обхождением С подобными Тебе Людми Если Ты только Их Сильнее Появляется Уже И необходимость Пророка Убийства Необходимость Ненавидеть И гнать Того Кто Имеет Печать Божью На челе Своем В отношении Того Кто Своей Жизнью Свидетельствует О заплуждении Ложно Мудрствующих Устроим Ковы Праведнику Ибо Он В тягость Нам И противится Делам Нашим Укоряет Нас В грехах Против Закона И поносит Нас За грехи Нашего Воспитания Точнее Сказать Поносит Нам Грехи Закона И Злословит Нам Грехи Учения Нашего Очевидно Что Самая Личность Праведника Как это Случилось Во время Земного Поприща Христа Спасителя Самим Своим Явлением Своим Образом Своей Любовью И Премудростью Обличал Коварство И Несостоятельность Тех Иудейских Правителей Которые И Устроили Его Гибель По Земному Человеку Объявляет Себя Имеющим Познание О Боге И Называет Себя Сыном Господа Действительно В полноте Все силы Зла Ополчились На Сына Божия Тогда Как Надлежал Ему Принять На себя Весь этот Удар Непосильный Ни для какого Человека Ни для всего Человечества Эту ненависть Сил Зла Этот Удар Всеми Этими Богоотступническими Тьмами Мог быть Воспринят И Перенесен Только Совершенным Сыном Божьим Воплотившимся Ради Спасения Человечества Он Перед Нами Обличение Помыслов Наших Тяжело Нам И смотреть На Него Ибо Жизнь Его Не похожа На жизнь Других И Отличны Пути Его Он Считает Нас Мерзостью И Удаляется От путей Наших Как от Нечистот Ублажает Кончину Праведных И тщеславно Называет Отцом Своим Бога Это ли Не прозрение Грядущего Спасителя Который Воистину Являясь Сыном Божьим Привлечет К себе И Любовь И Последование Всего Человечества И Привлечет К себе Величайшую Ненависть Сынов Зла Увидим Истинны ли Слова Его И испытаем Какой Будет Исход Его Ибо Если Этот Праведник Есть Сын Божий То Бог Защитит Его И Избавит Его От руки Врагов Так и поныне Некоторые Рассуждают О том Что Не было бы Попущено Тому Или Другому Человеку Скорбь земная Если Был бы Он Богу Угоден Но Размышлять Так Значит Отвергать Самое Евангелие Отвращаться От истины И Презирать Крест Христов Испыт Испытаем Его Оскорблением И Мучением Дабы Узнать Смирение Его И Увидеть И Видеть Незлобие Его Конечно Не для Того Замышляющие Злое Совершают Беззакония Свои Чтобы Получить От них Назидание Но Мы Свидетели Страданий Господник Как и Всякого Мученического Подвига Учеников И Последовательных Христовых Нуждаемся В этих Образах Для того Чтобы И самим Немалодушно Но Последовательно И решительно Следовать Путем Господним Несмотря На окружающее Недоброжелательство Злобу И Всякое Испытание Искушение Попускаемое Богом Для нашего же Спасения Для нашей же Пользы Осудим Его На бесчестную Смерть Ибо По словам Его О нем Попечения Будет Не об этом Ли Иудеи Насмехавшись Говорили Христу Распятому Если Действительно Бог Любит Его Если Он Сын Ему Пускай Придет И избавит Его От смерти От этих Мучений От этого Страшного Страдания Но Видя Неосуществляемым Это Предположение О возможном Вторжении В Их Силу В действие Их Коварства Силы Божьей Они Торжествуют Свою Мнимую Победу Так Они Умствовали И ошиблись Ибо Зло бы Их Ослепило Их Они Они Практически Исповедуются Обличают Нас От жизни Нашей Отвращаются Как от Нечистот Ибо Воистину Нечисты Дела Нечистых Сердцем Но Вместо Покаяния Не может Душа Произвести Никакого Другого Действия Кроме Как ненависти Причем К ненависти Ненависти К подлинно Божественному И они Не познали Таин Божьих Не ожидали Воздаяния За святость И не считали Достойными Награды Душ Непорочных Они Забыли Они Все Перепутали Они Решили Что Святость Это Не Самое Главное В жизни Чистота И верность Богу Не дает Ни сил Ни благ Земных Которые Можно Приобрести Силой И нет Никакого Вознаграждения У кроткого У чистого У верного Бог Создал Человека Для нетления И Содел Его Образом Вечного Бытия Своего Но Зависть У дьявола Вошла В мир Смерть И И Испытывают Ее Принадлежащие К Уделу Его Вот Первоосново Бытия Бог Бог Зла Не сотворил Все Что Сотворил Господь По его Собственному Свидетельству Добро Зело Человек Создан Для нетления Он Призван Не к смерти Но К вечному Бытию Но Смерть Вошедшая В мир Завистью Дьявола Продолжает Своё Действие Только Среди Тех Кто Не хочет Испытывать Пути Господни И следовать Им Но К Уделу Дьявольскому Располагают Своё Собственное Сердце Сохраняя Его Нераскаянным Сохраняя Его Пристрастным И привязанным К земным Вещам И В рабстве Страстям Господь Для того И Является Всем Могуществом Своей И Всей Предшествующей Новозаветному Совершенству Ветхозаветной Премудрости Для того Чтобы Удержать Человека От Злых Дел Жизни Сей